Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Глеб Кобрецов, врач, травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, клинической больницы 123. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня говорим о стопах и заболеваниях, связанных с ними. С чем чаще всего к вам обращаются пациенты? С чем возникают проблемы? Вы знаете, таких больных в настоящее время очень много. Это не только связано с тем, что, скажем так, население нашего района увеличивается, но и с тем, что люди становятся жить дольше, они чаще начинают обращать на свое здоровье внимание, у них чаще возникают вопросы, и в первую очередь, конечно, то, с чем приходят люди, это боль. Поэтому, если вдруг человек чувствует, что ему что-то не нравится, возникает какой-то дискомфорт, болевые ощущения, конечно, не надо ждать и сразу приходить к врачу. Все-таки эти боли возникают именно в стопе? Ну, мы занимаемся не только стопами, а, в принципе, опорно-двигательным аппаратом. Но я, в частности, специализируюсь на заболеваниях и травмах стопы и голеностопного сустава, и поэтому мое основное внимание приковано именно к этой области. В первую очередь, конечно, больше всего, основной, конечно, поток пациентов – это дамы среднего возраста, хотя и бывают и молодые девушки, и пожилые, здесь, так сказать, спектр очень широк. Все-таки пресловутые каблуки делают свое дело. Вы знаете, это один из мифов, и, собственно, то, с чем они приходят, в основном, это деформация переднего отдела стопы, говорят таким медицинским языком, то, что в простонародье называется шишка или косточка на первом пальце стопы. Часто люди путают и называют это подагрой, хотя это именно деформация, то есть нарушение взаимоотношений между определенными отделами в стопе, между плюсневой косточкой и первым пальцем. Когда возникает именно деформация, то есть отклонение первого пальца кнаружи, и головка плюсневой кости выпирает изнутри. Это не нарост, это не что-то вновь образованное, это именно нарушение. С чем это связано? Вот, значит, мифы, которые существуют в настоящее время, это действительно то, что вы уже сказали, это высокий каблук, это модная, так сказать, обувь с узким носом, но вы знаете, большинство исследований, которые проводятся по всему миру, говорят о том, что в основе этой проблемы лежит, в первую очередь, все-таки генетика. Это или определенная анатомия между косточками, которые есть у того или иного человека, то есть те особенности, которые нас всех немножко отличают друг от друга. Это слабость связочного аппарата, но проблема модельной обуви, то есть обуви с узким носом, которую чаще носят девушки, молодые женщины, или высокого каблука. Убедительных данных о том, что именно это приводит к проблеме, нет. Это может усугублять или ускорять, скажем так, скорость нарастания, деформации, но это, конечно, не является причиной. Но это является тем существенным моментом, когда молодая девушка или женщина не может носить такую обувь. Конечно, это вызывает ей не только какие-то болевые ощущения, но и психологический дискомфорт. Ей хочется быть красивой, ей хочется, так сказать, себя еще нести в люди и быть, так сказать, прекрасной, молодой. Но в этом случае только лишь показано оперативное вмешательство или можно на ранних стадиях как-то скорректировать эту проблему и обойтись без сложных операций? Скажем так, на совсем ранних, когда еще нет деформации. Наверное, и болей нет. Да. И мало кто из нас будет заниматься специфическими гимнастиками по укреплению мышцы или связок и сухожилий в области стопы или будет носить какие-то специфические ортезы или ортотики, так называемые, то есть приспособления для поддержания правильного свода стопы или так далее. Поэтому, как правило, люди на это не обращают внимания. А вот когда уже есть проблемы, то, скажем так... Встает вопрос. Встает вопрос. И здесь я бы хотел сказать всем, что, к сожалению, вернуть, повернуть этот процесс вспять невозможно. Кто бы что ни писал, в интернетах, да, мы очень часто видим рекламу, которая там говорит людям, что сейчас случится магия, да, да, или что-то сделаете. Выклейте его на ту самую косточку, и она через день исчезнет. К сожалению, она никуда не денется, потому что именно из-за того, что в основе этой проблемы, если мы говорим именно о деформации, а не каких-то других проблем, которые тоже могут быть, и для этого, собственно, и есть специалисты, которые должны в этом разбираться. Вот. В основе этой проблемы лежит нарушение анатомии, которое невозможно исправить, кроме как хирургическим путем, никак. Поэтому часто люди немножко затягивают, приходят уже с запущенными деформацией, которые тоже можно исправить, но надо понимать, что чем сложнее деформация, тем технически сложнее ее исправить. Насколько быстро проходит процесс реабилитации и насколько тяжело или, наоборот, легко переносится вообще вот именно пациентам этой операции? Все-таки это ноги, да, это стопа. И, ну вот, каждодневно, когда ты идешь, ты, наверное, не задумываешься о том, какая нагрузка лежит именно на стопах, что ведь именно они взваливают на себя весь их груз, и всю массу и нашего тела, и самые большие удары нагрузку принимают. То есть, и как вдруг, ну, то есть, лечь, там что-то сделают, как будет потом дальше процесс реабилитации, восстановления происходить? Скажем так, надо отдать должное современным технологиям, которые позволяют в настоящее время оказать помощь людям практически с любым видом деформации. Бывают очень тяжелые пациенты, у которых это не просто, скажем, отклонение первого пальца, а уже вовлечены и малые пальцы, так называемые молоткообразные, и моточкообразные деформации. Бывают пациенты с еще более тяжелыми, это либо посттравматические какие-то изменения, или это на фоне сахарного диабета нарушение взаимоотношений вообще во всей стопе. Вот. Современные технологии позволяют помочь практически всем этим пациентам, без исключений, но при этом надо понимать, что чем более агрессивное мешать, чем больше деформации, тем больше агрессии нам нужно нанести в момент операции, чтобы эту деформацию исправить. Соответственно, период реабилитации у каждого человека будет разный. Плюс множество факторов, связанные с тем, возраст пациента, масса пациента, потому что чем больше человек весит, тем больше нагрузка на стопу, тем больше нам надо в определенных ситуациях разгружать эту ногу после операции. Сопутствующие болезни, которые тоже могут, скажем так, влиять на процесс восстановления, в первую очередь, это пациенты с заболеваниями сосудов нижних конечностей, то есть нарушение питания, в любом случае, может приводить к определенным проблемам, к заживлению раны, к заживлению костной ткани. Люди, у которых есть сахарный диабет, нарушение обмена глюкозы, у которых часто риск осложнения выше, чем у других людей. Это не говорит о том, что им не надо помогать, просто у них могут быть особенности. Иногда процесс их лечения может затягиваться или требоваться какие-то дополнительные вмешательства. Но если говорить о какой-то средней группе, представим себе женщину 40-50 лет, у которой особых болезней нет, то реабилитация в целом, если мы говорим об операциях на переднем отделе стопы, вот так, при словутой косточке, она проходит достаточно быстро. В среднем на ноги, на ногу она оперирована, можно встать уже на следующий день в специальные обуви для разгрузки переднего отдела стопы. Понятно, что это имеет право немножко болеть, это имеет право немножко отекать, но в целом большинство пациентов, с которыми мы работаем, с которыми мы занимаемся, они уже где-то через 2-3 недели могут водить машину. Поэтому долго ли это или много, да, это требует времени, но... Но с другой стороны уйдет боль, появится комфорт. Вы знаете, как в свое время, когда, так сказать, я общался с людьми, которые преподают различные восточные практики, гимнастики, да, когда у меня тоже были там проблемы со спиной, но не об этом, они говорили, что если ты хочешь что-то от своего здоровья получить, на это надо что-то потратить. В первую очередь на это надо потратить время. Вот сколько ты вложишь времени и сил в свое здоровье, столько ты и вернешь. Поэтому, да, чем-то приходится жертвовать. Но все-таки если говорить именно о выявляемости, пациенты в последнее время приходят уже в большей степени все-таки на поздних стадиях, или они с каждым годом становятся все более внимательными к своему здоровью, они как-то предопределяют какие-то процессы, или мы все-таки мечтаем, что это когда-то произойдет. Я думаю, что люди разные. Кто-то приходит вовремя, кто-то приходит тогда, когда еще ничего нет, и приходит человеку объяснять, что пока еще больших проблем нет. Кто-то приходит уже, конечно, на тех стадиях, когда проблемы с подбором обуви, когда проблемы с тем, чтобы пройтись на какое-то более-менее приличное расстояние, там, грубо говоря, от дома до магазина, потому что появляется боль, и человек начинает это беспокоить настолько сильно, что уже он чувствует, что качество жизни его снижается. Надо тоже понимать, что в основном, конечно, мы немножко уже отходим от тех ситуаций, когда врачи в первую очередь боролись за жизнь пациента, то есть когда мы спасали жизнь. Мы это продолжаем делать, но сейчас в связи с увеличением продолжительности жизни, с увеличением запросов у населения к своему здоровью, мы все чаще и чаще занимаемся вопросом улучшения качества жизни. И большинство вот именно этих операций, они направлены на то, чтобы человек мог себя чувствовать комфортно, чтобы он избавился от болей, чтобы он мог быть активным, несмотря на свой возраст, 40, 50, 60, буквально перед Новым годом пациент от нас выпился, которому есть 83 года, и вот эта проблема, которая у него была, она его очень беспокоила, он мучился больше 5 лет, и в Новый год он ушел с новой ногой. И очень счастливый довольно. Теперь его больше боли не мучают. Какие еще проблемы возникают со стопой, с чем еще вы можете помочь вашим пациентам? Стопа – это очень сложный сегмент, орган нашего организма, который несет всю нагрузку в процессе ходьбы и вообще перемещения. Еще что рекордное количество, которое находится костей в стопе, оно просто поражает. Как это, возможно, все это между собой еще состыковывается, держится и просто выдерживает такую нагрузку колоссальную. Наш организм, он, в принципе, уникален. Куда ни посмотри, если, скажем, разбираться с каждой частью, это в определенном смысле произведение искусства. И стопа не исключение, а может быть даже, так сказать, занимает определенное почетное место в этой иерархии, так сказать. И проблем в области стопы много, да. Порядка 27 косточек формируют нашу стопу, да. И помимо этого мягкие ткани, связки, сухожилия. И все это должно как-то работать, функционировать. Бывают множество ситуаций, когда нарушаются различные взаимоотношения между этими косточками, да, то есть возникают деформации. Здесь можно говорить о таких состояниях, как плосковальгусная стопа, как полуварусная стопа. Это медицинские термины, я думаю, что большинство людей они ничего не скажут, но в простонародье это можно сказать, это называется либо плоскостопие, хотя термин некорректный, и в настоящее время он не используется. Это эликонская стопа, так называемая. Это стопа Шарко, пациентов с диабетической артропатией. Это методорозалгии. То есть нарушение анатомии, когда те отделы на стопе, которые в норме не должны нести нагрузку, да, нет, не должно быть опора на эти зоны, они начинают испытывать нагрузку, возникают боли, люди приходят к нам. Это сложный орган, как я уже сказал, да, и к каждому человеку надо подходить индивидуально и смотреть, что его беспокоит в первую очередь, потому что нельзя и было бы неправильно, да, пытаться каждому человеку создать, если у него есть какие-то жалобы, некую идеальную стопу. Это неправильно, и наши вмешательства должны быть очень точными, очень четкими, очень прецизионными, чтобы быть направлены ровно на ту зону, которая беспокоит человека, чтобы не сделать лишнего, да, потому что любое наше вмешательство может иногда приводить к тому, что где-то что-то, грубо говоря, отремонтировали, в другом месте начало болеть, поэтому здесь очень надо подходить внимательно и тонко к каждому человеку. Какими мощностями обладает травматологическое отделение? В настоящее время у нас есть практически весь спектр инструментов, скажем так, возможности функциональной диагностики, клинический и лабораторный комплекс огромный, который позволяет практически любого пациента подготовить к практически любой операции на стопе. Можно, скажем так, это и современный операционный, это и электронно-оптический преобразователь в операционный, то есть цифровой рентген, который позволяет практически в ту же минуту, когда мы что-то делаем, да, сделать, получить рентгеновский снимок и оценить, правильно мы сделали, неправильно, сразу же это скорректировать, если это необходимо, или продолжить операцию и добиться необходимых нам и человеку, пациенту результатов. Это современные импланты, которые необходимы для фиксации фрагментов в правильном положении, когда мы делаем какие-то реконструктивные операции на стопах. Это янкерные швы, это интерферентные винты, весь спектр того, что существует в современном мире травматология. То есть в этом смысле вы счастливый доктор? Да, я могу сказать, что за последние, вот я в этой клинике работаю больше 10 лет, действительно за последние годы стало не просто лучше, а возникла ситуация, когда ты, скажем так, чувствуешь себя врачом, потому что ты не выпрашиваешь ни у кого ничего, а ты действительно думаешь о том, что надо сделать. То есть ты захочешь в операционную и все есть. Да, и ты понимаешь, что нужно сделать это, и ты это делаешь. Это самое главное. Плосковалюсная стопа. Этот термин, этот диагноз можно все чаще и чаще видеть в медицинских картах детей. Как вы считаете, с чем это связано? Значит, здесь вопрос все тот же самый. Проблема этой патологии, она связана с нашим прямохождением, с эволюционным, так сказать, моментом. То есть это заболевание просто предопределено временем? Тем, что мы ходим на двух ногах, а не как наши все сородичи, да, на четверых. То есть с точки зрения эволюции у нас есть еще ряд моментов, ряд проблем, патологий, да, которые связаны именно с прямохождением. Большинство патологий позвоночника – это прямохождение, результат. Это, скажем так, определенная неготовность человеческого организма к ежедневному выдерживанию этой нагрузки вертикальной. Просто тем детям, которые ползают, еще не начали ходить, им в этом смысле гораздо более комфортно, да? Ну, конечно, 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 да. Но, тем не менее, судьба их – это тоже мимо, так сказать… Не проходит. Не проходит. И эта проблема, в первую очередь, также связана с прямохождением, наследственностью. Есть ряд, скажем так, состояний, которые тоже могут способствовать этой патологии. Это нейромышечные заболевания, при которых возникает слабость в мышцах голени, например, при поражении корешков или при поражении на других уровнях, проводящих нервных путей. Но это, как правило, более редкие ситуации. О них надо знать, их надо уметь диагностировать. Но, в первую очередь, конечно, это то, что я уже сказал. Здесь тоже важный момент. Как я уже говорил, что любую деформацию такую можно исправить. Но есть нюансы. Чем раньше человек приходит, вот это действительно та ситуация, когда лучше с этим не затягивать. При возникновении этой деформации возникает ситуация, при которой определенные суставы, особенно в заднем и среднем отделе стопы, перестают нормально функционировать. Или начинают перегружаться. Возникает дегенеративное определенное изменение в этих суставах. Нарушается в них движение. И часто человек уже приходит, ну, если, я думаю, люди, те, которые видели, что такое плосковальгусная, или плоская стопа, или плоскостопие, то, что, как это любят у нас называть, они поймут, о чем я говорю. То есть, когда человек приходит, у него ножки такие, косолапит, но в другую сторону. И когда уже движения в этих суставах пропадают, к сожалению, кроме как достаточно сложных операций на именно суставах среднего и заднего отдела стопы, вмешательства в этих зонах, по-другому уже человеку невозможно помочь. И, как правило, приходится эти суставы замыкать. По-медицински это называется выполнение ортродеза. То есть, приходится полностью убирать суставные поверхности и фиксировать их и сращивать косточки друг с другом в правильном положении. Да, деформация уходит, но движения уже в этих зонах не будет никогда. С одной стороны, да, мы помогаем человеку, нагрузка начинает распыляться более правильно, но уже стопа не будет такой, как была прежде. На ранних стадиях, особенно это у молодых людей, где-то до 35-40 лет, если есть такие жалобы, существует огромный спектр операций, который позволяет вмешиваться очень точечно на определенных участках и сохранить эти суставы, сохранить подвижность в стопе. То, о чем мы говорили, да, то есть, часто человек не обращает на это внимание, но подвижность в суставах, мелких суставах стоп обеспечивает так называемую рессорную функцию стопы, то есть, амортизационную. Каждый шаг, когда мы наступаем всем весом тела, стопа немножко амортизирует нашу нагрузку и тем самым перераспределяемые на другие сегменты, и нога функционирует правильно. Если же возникают где-то участки напряжения и концентрирования нагрузки, возникает боль. Чем, скажем так, менее инвазивно мы можем помочь человеку, чем больше у него объем движения в суставах сохранен, тем функционально у него результат, конечно, будет лучше. Если говорить о мерах профилактики, есть ли они вообще? От заболевания именно стоп? Скажем так, на ранних стадиях, на ранних стадиях, а стадию можно определить помимо того клинически, потому что мы можем глазами посмотреть, насколько есть подвижность, что человек беспокоит, как выглядит стопа. Есть вполне себе четкий рентгенологический критерий. Нарушение взаимоотношений между определенными сегментами в стопе. Путем анализа рентгенограммы мы можем понять, какая стадия. Имеет ли смысл человеку еще подождать и попробовать действительно какие-то консервативные, нехирургические методы. Или уже ситуация такая, что не имеет смысла это делать. В первую очередь это контроль веса. Надо понимать, что чем больше нагрузка, тем быстрее идет скорость развития деформации. То есть можно назвать это неким здоровым образом жизни, когда нормализация веса, регулярные физические нагрузки, которые приводят к тому, что наши мышцы работают правильно, они находятся в хорошем тонусе, и они, скажем так, являются стабилизаторами правильной формы стопы. Слабые мышцы, соответственно, хуже держат стопу, нагрузка идет больше на косточки и на связки, которые постепенно начинают перерастягиваться, и возникает вот эта проблема. Также можно использовать различные корригирующие стельки. Надо тоже понимать, что они, скажем так, максимум, что могут они замедлить деформацию. А как правило, даже не замедляя деформацию, они уменьшают болевые ощущения. То есть мы снимаем некий симптом. Это тоже лечение, мы уменьшаем болевые проявления, но на проблему таким образом мы, конечно, не воздействуем. Поэтому в первую очередь это контроль веса, это правильные гимнастики, если мы говорим о консервативном лечении, но это раннее обращение к специалистам для того, чтобы можно было об этом пациенту сказать. Что бы Вы пожелали всем нашим телезрителям? Я пожелать хотел бы здоровья. Берегите себя, цените свое здоровье и свое время. Поэтому желаю Вам найти своего доктора, который будет помогать Вам по жизни. И это самое главное. И, наверное, не испытывать боль, не тянуть с проблемами, а своевременно обращаться за помощью к специалистам, а не прибегать к помощи интернета и различных форумов. Правда? Абсолютно верно. Самое страшное, наверное, для любого врача это, но я же в интернете почитала. Я все знаю. Вот она ошибка, самая главная, которую делают пациенты. Чтобы этого избежать, просто нужно обращаться в клиническую больницу 123, и там Вам обязательно помогут. Спасибо. Спасибо Вам за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите себя и своих близких. До свидания. До свидания.